демократия это власть нескольких а не одного вот специально для вас формулировал очень коротко и по моему доступна чем принципиальная разница причем демократический способ правления настолько более эффективен насколько равномернее между этими властителями ветвями власти распределены полномочия как в игре допустим камень-ножницы-бумага где каждый может быть сильнее в чем-то никогда сильнее другого но никогда не были сильнее всех вместе понятно да то есть конечно отличается нашего терка на комментарии отвечаю просто в шорс не поместилась придется отдельные конечно мы отличаемся от демократии там в древней греции сейчас куча демократии разных представительская демократия прямая демократия демократия федеративных каких-то там соединенных штатах до демократия в республике франции демократия в монархиях британия императорская монархия демократия в японии конечно они разные принцип в чем что да конечно тирания она естественнее для живых организмов посмотрите там животные в стае собирается есть вожак он куда там в пропасть значит все за ним в пропасть это именно благодаря нам тому что homo science там заблодел каким-то образом этой второй сигнальной системы то есть мы наконец-то доперли что наверное может не всегда это и хорошо и лучше вот например организмы представьте себе страну как организм человека то есть есть исполнительный то есть кто-то придумает какую-то идею мозг да он придумал это допустим законодательная власть придумал какой-то закон потом надо ее реализовать исполнительно если есть физические силы я должны были эти физические силы инструменты там мышцы и все такое и у тебя должен быть ну судейская то есть у тебя должны быть глаза чтобы оценить результаты своего труда есть это прекрасно если все равномерно распределено это хорошо получается придумка хорошая реализация отличная глаза посмотрели все понравилось теперь представляете что у вас что-то перевешивает если у вас гиперразвит мозг ты сидишь как манила и рассуждаешь о том а как бы хорошо было полететь на марсе как бы и все а у тебя атрофированное тело полностью да еще и слепой ты не видишь вообще ничего опять же если ты полностью физически разве ноте мозжечок с ноготу что это получается ты там блин я не знаю можешь горы перевернуть но тебя только мозга на этой хватает чтобы сизифа в труд там камень в гору толкать опять же если у тебя нету зрения судебной власти и ты не можешь оценить результаты своего труда не можешь оценить где ошибка в задумке этого проекта или в реализации физической этого проекта потому что ты слеп в общем